ну чтож сегодня приступаем к чтению 4 головы дня и т.д. и т.п. вот немножко погромче сделать так местность выдохает о бля вот этот сверх ай господи а чертов шизои супер так ну что все я вроде как подключился так что в принципе полетели да все бин бинго начинаем неожиданное лицо лежащего на земле хайта исказилась кривой улыбки и спустя пар секунд послушался смех нарастающий безумный смех от которого я дернулась его мне просто желание спрятаться куда-нибудь лишь бы не присутствовать при этом это был самый чувственный чувственный смех который осушил в своей жизни и от этого становилось страшно у него смешалось безумие злость обиды непонятно почему искренная радость какой же ты тупой кретин сквозь смех прокричал василий переворачиваясь на живот косорылый бесполезный кусок дерьма не способны ни на что хоть медленно встал на колени после чего он начал подниматься на ноги 7 лет ты ждал этого 7 лет репетировал речь пафосно вынимал пушку перед зеркалом пародирует ревиса бикла чтобы в итоге в итоге он довелся смехом мне в состоянии выговорить фразу в итоге промахнуться какой же ты никчемный похлопав себя по карманам считали считались василий извлек сигарету и сплюнув под ноги струю крови и закурил так вот так вот наверно блять обосрался как ты представлял себе это ублюдок спросил он кашляет под дыма придешь задвинешь мне какую-то дичь после чего просто выстрелишь и все сказке конец хайтер стянул в губы в улыбке а рука дениса сжимающее оружие задержала заткнись заткнись выкрикнул второй раз размахивая оружие я не хочу тебя слушать пути мой маленький никчемный помойный пес ну что ты злишься хоть снова смеемся на этот раз перемешку скажем давай же попытка номер два попробуй не промазать мимо головы на денис не стрелял они простояли друг на против друга хоть смотрел в землю всего лица пропала улыбка а смех стих и соприняло грустное выражение и он лениво потягивал сигарету держать с рукой за пристреленную ключицу и ниже трясущийся рукой все так же держал вашу на мушке улице с чего неуверенность казалось вот-вот и он заплачет остановитесь прекратите выкрикнул сал воспользовавшись затишьем заткнись только и прошу белый мухой только и пошли только и поспел ему в ответ хотя сплава окурок почему я за что тихо спросил denis отбрасывая револьвер сторону да что мне такая судьба ненавижу твои нытью только и процедил в ответ хайд почему я не плачу почему я не жалуюсь почему ты не можешь быть хоть чуточку сильнее последнюю фразу выкликнул он с раздражением и подойдя к денису схватил его за шиворот почему потому что не хочу не хочу становиться таким же как ты не хочу терять свое я брызли но и выкликнул ему в ответ denis а чего ты хочешь жаловаться и плакать я хочу покоя хочу все забыть я просто хочу жить своей жизнью но я боюсь мы что снова влезешь ты и все испортишь я испорчу ублюдок василий с размаху дарю дениса лицо вот тут даже не пошатнулся да испортишь удар в ответ что заставил василия отпустить ворот дениса и отшатнувшись припасть на колено ты вечно все портишь влезаешь и что-то меняешь можно было стать меня в моем времени оставить в покое дать мне уйти с алисы тупой болван васили резко выпрямился проведя перку денис учались отчего тут попятился и врезался спиной в дверь это было иллюзия ловушкой это было неправдой выкрикнул хоть подходя ближе ну и что какая разница мои чувства были настоящими во всех вариациях этой ловушки я чувствовал себя счастливым для меня это было настоящим это была моя жизнь ты не имел право и влезать и фигуре и все рушит денис отлип от дерева и сходу дарю хайта в лицо а чего тут рухну на землю и ты завершу тащить ее тихо спросил василий медленно подумай стану эти кусочки сценария что ты проживал и потом стартовал все заново словно играют зацикленный линейный адвенчур это для тебя жизнь пусть так но я этого не знал я жил я не не играл роль а руководствовался чувствами совершая поступки для меня это была самая настоящая жизнь и никому не мешал и тебя это не касалось потому что ты слаба собак который готов на все что угодно лишь бы его оставили в покое и дали ему счастливую жизнь на блюдечке зато я не мешался под ногами и не рушил жизни в отличие от тебя не вмешивался и наслаждался моментом если бы не я ты бы до сих пор наворачивал круг за кругом ну и что с того тебе то какое дело или ты завидуешь не можешь вынести того что рядом есть кто-то счастливый лишь потому что твоя жизнь не удалась хоть подскочил денису и видимо забыв про не не начал забивать его прижав пыленому дереву держа его одной рукой за волосы пойбать что я убил болга как бы ну и читает лица хайпа типа убийца богов в бессмертных айт как как себя такой вот ситуах у ежбли шлипкие хруст костяшек сливал всего на целое создавать звуковой коктейль от которого хотелось пробиваться замахнул внушись в последний раз хоть вложил все силы удар никогда тут врезался в лице дениса последний несмотря на хват хайта рухнул на землю тихо смотря на хватку хайта рухнул на землю тихо стоп должен последний раз хоть вложил все силы удар и когда тут врезался в лице дениса последний несмотря на хватку хайта рухнул на землю а сама сель по 5 скорость горбочке живутся новым блядь я не знаю это странно написано вот вот о чем я говорю шептал денис лежа на земле и хотел спасти себя свои чувства хотел отомстить ты потерял свою человечность ты чудовище монстр он замок щупал себя по карманам но не найдя там но не найдя то чего искал разочарованно выдохнул хоть же закурил просим взгляд в сон дениса и швырнул им сигареты зажигалкой ощупав на земле пачку не ставлю сигарету зубы и подкурил после чего вернулся хозяина швырнув под ноги тебя злит то что люди могут быть счастливы даже в ловушке придуманной кем-то твоя жизнь это ад наяву продолжил денис приподнявшись и упираясь о стволы стоящего рядом дерева принял сидячее положение замолчи мальти замолчи мальти замолчи мальти мальчишка ты ничего не знаешь окружнулся хоть сердце в голосе я все знаю как и почему что было и чем все закончилось ответил не сжалостью смотря на заборную фигуру помятым и заляпанным кровью в грязь в пиджаке но я не понимаю почему я почему ты раз за разом возвращался ума и все и разрушаю твое слепое желание отомстить богу свело тебя с ума даже не гнушался убивать детей вообще поебать что ты понимаешь глупо кретин только я ответил х я это ты не понимаешь все эти люди женщины и мужчины дети и взрослые все они умерли каждый кого-то встречал без каких-либо причин они умерли по-настоящему а этих тоже кто-то любил и они любили ловушка и иллюзия или нет не имеет значения ты все равно убил блять я тоже уже мертв долбою я спас всех я мог бы плюнуть на вас на всю вашу компашку оставить вас резвиться в божьей заднице у меня был шанс вернуть все и потерять память но я отказался отказал чтобы спасти ваши души а кто тебя просил хайк он ответил денис продолжает смотреть новости лежал очень сожалеем ах ты сука то есть я отказался от счастливой жизни но хайд хайд а ты что блю чтобы спасти всех кто попадет в этот лагерь и тебя в том числе чтобы не повторять это цикл за циклом вы не сошли с ума а ты еще сука и тут в ебываешься кто тебя просил я становлюсь на место бога его запираю в бесконечном цикле как он этого и хотел быть только и все блять не знаю такой хуй иисус спокойно отвечу денис продолжал смотреть на вас и с жалостью и сожалением ты хотел стать героем ну стал ты и что и кто тебя благодарен за это я иова может ева или славя кто хоть кто-нибудь то сказать тебе что ты сделал лучше там в том мире мы переносили все горь там в том мире мы переносить переносили горести потери близких друзей но продолжать жить с верой в чудо ну вот братья они умерли кого это спас убил блять а пусть другие теперь живут и с верой и чудом я не знаю я еще хуйню лесу ну пошел нахуй в общем я такую любящий на денисе иллюзия или же реальность мы не знали да и знать не хотели было тяжело было сложно и обидно но мы жили и верили что наш жизнь настоящая пока не появился ты не стал все рушить пошел на я спас вас всех выпущен настоящий второй шанс твой сын получил нормальную жизнь лена осталась жива моим я счастлива где которые погибли живы и не помнят ничего разве это было зря разве я не сделал лучше чехать я смотрю куда-то в землю волос его держал он либо плакал ли он пытался ставить саму себя верьте в то что его слова правда или жива счастлива и все это мог остановиться нет это твоя боль денис я же на бодро ответил хоть и посмотрю на него представлю как никого бы он представлю кого тебе было видеть что твоя жена и сын похоронив тебя на ненастоящего продолжают жить а ты можешь что только следить из-за угла давясь воспоминаниями ты ненавидишь меня потому что ты жив но никому не нужен ровно какие заткнись эти два курт подумаешь на мне опа блядь заделывается от нас что ли напомнит меня что все что было в нашу первую смену было и в этом настоящем мире что твой сын скоро женится у него родится ребенок наш ты станешь дедом денис я сказал заткнись в бою денис поджал к хайтон на ходу замахиваясь и достигнув его всем весом ударил последнего чего они оба пулись на землю больно да тихо сказал ему хоть и угнулся знаешь что ты даже не сможешь прикоснуться к этому ребенку своему внуку или внучки замолчи сдохни низ поднялся на руках забрался на лежащего василия и сознанок начал бить его там лицо ну вася фильм на улыбке сейчас растечется спустя примерно 10 громких шлипов послушав стихи его и хайты его лица распухло и было залито кровью он продолжал просто лежать почему нанеся последний удар денис обессиленность полосил и откатился в сторону почему ты не дохнешь бьешь бьешь как баба едва слышно произнес хайд пытается что на тебя пухшие порванные губы в улыбке вот мой сынишка спайр подачек на тот свет отправил бы хоть снова сделал попытку угнуться так я звук немного сделал потому что было слышно хотят настроение замолчи прошу тебя просто закручу свою пасть с нами на лице кричал денис они счастливы снова загорел хотят вас уж на они плачут сталкиваются с трудностями и страхами но они счастливы твоя жена и сын разве это не стоило того чтобы ты стал лишь тенью разве не ради оба к своих близких мы живем и боремся все было бы приятнее чтобы все шло как бы как бы в начале чтобы мы с тобой сдохли а позже мой сын убил твоего чтобы сумасшествие бесконечный круг продолжать продолжались вечно до тех пор пока богу не надоело бы с нами играть и он просто слил нас всех разум это ты называешь справедливостью в этом круговороте ты был счастлив хайд начал ержаться под ползая помят лежащие на земле пачки сигарет вытащив одну поставил ее в зубы и закурил с кашлем и плевать за рта кровяные сгустки может пора уже смириться и признаться что все что случилось это для тех кто нам дорого что не наше счастье на кону а наших родных да мы забыты мы не нужны этому миру у нас ничего нет только память ужасные воспоминания что разрывают во снах хочется потерять ее совсем или же просто сдохнуть но нужно жить денис нужно вести нужно чести это время потому что все что было было не для нас наше прошлое не уйдет не нужно смотреть ему вслед у нас появился настоящий второй шанс мы чистый лист бумаги помятый пожаротевший но не им еще можно писать потому что в капле а как противо слезами и писать на нем депрессию своего разума свою апатии и огонь и выливать на него литрами чернил это твой выбор и только твой а я не хочу я не хочу ставить многоточие в конце страницы не хочу не хочу думать о том что я был когда-то счастлив а сейчас я один единственное что мне осталось тихо а сейчас я один единство что у меня осталось это путь путь к заплаты вечности к забвению концу жизни но не просто путь из пункта а в пункт б это должна быть полноценная жизнь от замок закурила следующую сигарету а денис молча сушил сжавшись клубком на траве ноги живы denis хотя должны быть мертвы если ценой этим жизнью должны быть наши с тобой быть наши с тобой то пусть будет так можете они герои может из-за его бросить вас и не вмешиваться но я не жаляю о том что сделал если хочешь просто убей меня я не против если это сделать что отвали денис подымать на ноги он поспел хайта за плечи и начал подымать а себе ты подумал хоть в какой-то мере а хоть раз за все время сидел он сидел он видимо попросту не знаю что ответить подымая василия на ноги перехватываю руку закидываю за свой плечо а себе с интересом спросил хайта конечно я всегда следил за тем чтобы в кармане были сигареты а ты дубина никогда ни о чем не думаешь хайт вынул свободной рукой измятые уложены в нагрудный карман пачку пачки сигареты поднес ее губам дениса опять на тебя свой запас тратить благодарю от тетей хитрый денис ну хоть не спасибо и на том спасибо они стояли на месте один весел на плече другого а попускали мне об одном сигарете молчали тем временем вышедший из отцепления слова медленно подошел к не поправлячки дал костюм дураку теперь только на помойку его выкидывать кто это спроси что полегче я думал это твой дружок ответил хайт в очередной раз пытаюсь угнуться ну так что словик может пора уже все объяснить само собой пройдем внутрь там более комфортно класс люкс только и буркнул в ответ василий и они зажигали внутрь старого корпуса войдя в комнату из которой ранее был десантирован денис первым делом на пыльное кресло с полной рукой усадили хайта сало сняв включал сумку и потянул кресло стол поставил стулья и вытащил сумки бутылку виски поставь ее на стол вот это дело конечно пробурчал хайт трогая лицо я же более-менее пришедший в себя быстрым шагом подошла к денису что только собирался присесть или пиво им почищено от которой мы уже одноклассник поморщился катя и не спавлович вы мерзавец на улице оказался даже за помощью не пришел ничего никому не сказал еще и в людей стрелять начал когда тебя звал на новый год даже не обернулся козел очередной шлифок за которым последовало объятие не если значит как реагировать просто стоял с тобой хоть а что ты тут делаешь только из парсион пытались дуть с лица волосы что щекотали разбитый нос тебя ищу дубины весло ухо и туплюсь катя только не влюбляйся в него ну не надо были алена прекрасный вариант билейший души человек у меня пока не хрисово с надеемся отлипнув от него ответил я вытирает глаз слезы это было странное чувство облегчение и в то же время тайна я была и рада и напуган одновременно еще и волосы свои уродишь себя дурак и выброси ты уже эту гадость выпалил я вывел из рук сидится денис сигарету присядем спокойно сказал слова прерывая идиллию и указывая на стуле хоть тем временем уже откупырил бутылку виски и присосавших не не даже до из остальных ну что ж прежде чем мы не начали ваши задушевные беседы начало сильный морщись кто ты такой и откуда ты все знаешь очень обидно вообще-то не узнаешь старого друга а чему с тобой через многое прошли вот блять ты не похож ни на одного старого друга блять и мы помню таких точнее ты прошел а я смотрел смысле я прошу дьявол сатана не тянь и кота за усы более раздраженного ставил хоть снова делал глоток сова улыбнулся хитро улыбкой поправочки и при нем более удобную пуду и устремил взгляд хоть и начал и смотрел блять наблюдал за мной только бог и этот демон если забыли меня не ставят туда представить снова вы засверкнули он умру все меня зовут люцифир а я жмал а я люди сатана дьявол вот шайтан тень морю а я я заговорю имена хридись как много выбирайте любое какой нравится можно и просто слова так здорово добренько не виделись люцифир проговорил хоть и по бутылку и сделал глоток что кто стой тот самый тот самый плохише 100 летной бумаги под названием библия до ответил слова суд и слова и что это получается все по новой только спросил денис бега глазами от хайта к славе нет мы мил друг если бы было все по новой то было бы как обычно классическая схемка то тут что-то иное вот так и что дальше просил у него хайт да и ты вроде как должен быть пуф и все нет больше повелителя ада видимо вместо того чтобы убереть себя и временную линию смерть решил что мне будет лучше превратиться в человека нежели отправиться небытие ответил слова поправив почти с какой-то грустной интонации а что насчет его папочки спорте хоть уже более серьезно он все рип жил на углом и простите эти чертовы мебель бы не дать мне спокойно жить сова покашлял в кулак нет его это уж точно откуда такая уверенность так я чувствую все это ну вот этих вот ангел демонов и прочего будут а бог их xxx на связь не выходил так что его нет клёво от снова хлебнул с бутылки и закурил щипа челюсть и меня вот что интересует начал слава прервав плавиши на поскольку тишину почему сработал скрип со временем какой еще скрип что все это значит мешал все мешало себя ударив рукой по столу ударив по столу рукой объясните мне что тут происходит это все уже заранее прописано модель судьбы в каждом витке времени когда мир совершает петлю и не сброшенный одинокий попадает из 1979 года в это время июль 2016 слава вновь по правилочке в зависимости от его решений и поступков не происходит какое-либо событие определяющего судьбу будет то смерть застреливаемость будущем или же камбэк обратно в 79 год независимо от того как и где это произошло дэнчик доживает жизнь до конца почему начинает все снова это была игра в которой один белесный белесный и блестящий старик пирдык решил проверить возможность человека и только человек вообще может принять тот факт что он то есть бог реально существует слабовата мотивация для извращений да кажется да но с помощью этого скрипта появилась возможность переписать историю эффект бабочки срабатывая все слабее и слабее с каждым разом до тех пор пока изменения в прошлом влияет я только на будущее людей и объектов управление которых были совершены то есть все что происходило со временем влияло только на дениса и его поступки не затрагивая мир в целом как кто вас любит форсить в кинчиках и сказках всякий ты всю ночь собраешься там структуру и структуру со временем не объяснять рискает туши сигарета в стол ближе к телу да 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 конечно слова все-все поудобнее проще говоря денис просто рандомная лица на котором остались опыты потом был его сыночек потом еще какие-то фраера на тех я уже слабо помню хотя кажется мог бы узнать где я их с вами пока шел в кулак славе слова в общем все шоу себе и в общем все шоу себе и шло заказа циклом испытание за испытанием но потом вот этот молодой человек слова указанного силе еще пояснить богу за базар и в конечном итоге убил его разрушить петлю слить чего мир перестроился и откатился назад с учетом всех изменить чтобы совершены и за все все циклы и ну и собственно новая реальность новый мир никаких богов бузиков и прочего нет а скрипт сработал снова и на этот раз цепанул тебя за место дэнчика а как вообще этот скрипт определял кого цеплять в какую вариацию лагеря отправлять мешался денис я помню что вариации было несколько одна строгая временная то есть текущая еще одна в восьмидесятом а еще одна тоже современная но начинается взять начиненная всяким дерьмом по типу духов призраков демонических сил которые к слову возвращали мне обратно в мое время как-то раз насчет демонов это была одна из последних вариаций и самое печальное что она возможно активно и сейчас ответил слова и делился понесу здесь всегда выбирал случайным образом дабы я просто так небо так сказать а временная так а временная линейка в противоположном а временная линейка противоположное время противоположным он а временальник противоположное времени избранника современщину совок от фагов сюда все я все равно ничего не понимаю если вы говорите что все окончено то почему я попал сюда вот и мне интересно почему скрипт до сих пор работать ведь это немалое дело человека прикинуть в будущее а что нужно чтобы это случилось низ взял осталось сигарет и закурил либо божья магия либо какой-то всплеск извне например из ада где времени по факту не существует я хоть и человек но порой а белка но пара белок воде примеры чувствую подобное такого там явно не было ничего не понятно но очень интересно хоть снова закурил мозги запаснивели в подбалив постигнула люцией говорю простым языком окей вот смотри есть сущность например ты ты как временный отрезок во временном отрезке не подвели не принадлежишь ничему тебя можно отклеить от твоей временной линии и запихать в другую как-то воздельница а есть сущности которые принадлежат одному времени их нельзя прикинуть другие отрезки реальности то есть если такое сделать что-то в блинном потоке нарушится случится сбой что приведет к обильной по типу разрушения мира проблеме и же мелкие по типу срабатывания аномалий из других уже прошедших временных линий как например и это скрипт стп в будущее ну камбэкнул в мир какой-нибудь шива там лично или еще какой дерьмо ну и что дальше почему хоть удивлена какая разница а такая что если бы так и было то сюда кинул бы денис и старой реальности причем кинул бы так он же был тут в прошлой смене и ты был я указал на василия это не то же самое лучше скажи мне это реальность реальность нуля и с определенного времени 2009 года именно тогда нас ли сбил машины и началась эта канитель я вернулся в 2009 вот ты уже был мертв как я смог узнать было все та же машина но убила на тебя они твою подругу тогда как он тогда как он будут прошать смене значит значит скрипт ты сама все дважды слава поправил очки это очень проблемно и осложняется еще рядом детали например делал бутылки спросил василий не выявил все помню все чтобы каждый цикл как единиц и что это не должно было произойти меньше херней бы страдали там на немецах может и не было бы этого да да твоя точка зрения мне известно остается вопрос почему и как это случилось в реальности где нет высших сил а что вообще может случиться из-за этого все что угодно новая петля только на этот раз там будет затеяна катя а не ты ответил славу серьезно катя скажи делал что-то в новый год может быть целую задумайся когда ты вошел а ты говорил что нибудь что ты говорил что-то про кричала что что-то кричала а ты не слышал это о чем летать на нихуя не понял когда ты пошла ты говорил что-то про кричала а ты не сушил а это о чем речь ну в ночь перед новым годом я шел домой то денис вылетел на меня с хлебом в руках стала побежала айвана следом за ним и запустила реакцию денис не должен бы бежать до гаража стала против лица руками его начальный путь оканчивался во дворе недалеко от лапки где он украл хлеб уже в гараже когда он прогулочным шагом возвращался своего угла его бы приняли милицейские и отвезли в отделение а дальше уже спойлер как говорится но побежала но ты побежал за ним спровоцировала его на побег он прошел мимо контрольной точки и все пошел по новой слабенькая системка у вас случайная деваха может все разрушить смешка целыхать не все так просто покойно ответил слава даже если она и запустила скрипт то она то она сама не должна была сюда попасть до ее поступки и тому до ее поступки и тому что та ситуация сложилась должна была быть причина какая я окончательно запуталась в происходящем что-то вмешалось в ход времени и это что-то связано с тобой потому что ты запустил цепочку перемещений и что ты хочешь от меня нужно разобраться с этом с этим вот Денис скажи как ты попал сюда в лагерь и вообще в эту реальность извини сильно умри это все что я ясно помню место окутанное туманом различные места словно выдранные из воспоминаний и остальные болотистые топи и леса нас было четверо и в конце пути пришлось сделать выбор я сделал потом очнулся уже в этой реальности я не снова закурил узнал что вася мертв но меня не покидал желание отомстить я верю что рано или поздно он появится снова и готовился и вот с недели назад увидел в новостях запись у входа в магазин где знакомый фигуры в знакомой толстовке убил какого-то мужика так вася недавно кого-то убил я не хотел его убивать они сами полезны грубо ответил василий ну короче говоря я просто искал искал и вот решил наведать сюда словно чувствовал не знаю неделю кряду снился это чертов корпус странно очень странно ты когда вернулся хайд где-то с 2 недели назад плюс-минус слабо нахмурился катя запустил аномалию но что-то заставило ее сделать но что заставило ее сделать это и почему это случилось и почему ее тоже сюда засосало и почему именно в эту смену в то время когда вернулся хайд именно к этому моменту цены приводит дениса сюда именно в этот момент когда хайд выполз из норы очень странно мне это не нравится клево я услышал все что хотел спасибо за худительные истории но я в этом дерьме не участвую хайд встал с кресла и пошатываясь направилась к выходу постой ты просто уйдешь денис подскочил с места да уйду меня это не касается я свою войну выиграл мне сам сказал я не герой так что не буду лезть в это ваше сверх натуральное дерьмо дабы не наломать дров дорогу молодым ступаю стой как ты можешь бросить все если ты тоже в этом завяз ты не можешь уйти могу я в это я в этом не завяз я едва-едва из этого выбрался поэтому я умываю руки вы где уже у меня эти парадоксы вот где у меня уже эти парадоксы временные он указал на гору хватит с меня у меня новая жизнь у тебя в глазах до сих пор гнилик хайд ты вообще закрыл хавальник ты как никто другой знаешь что произошло и каким путем не смог перегрызть боку горло с меня хватит ты не можешь уйти ты же часть этого как я как и мы все дэнчик не будь дракон хоть раз хватит хватит уже всего этого чертова подери что-то где-то сломалось там кинула твою бабушу да хер с ним камбагни назад в конце смены коснется света там или как это было и все сказке конец забудь пару месяцев как дурной сон мерзавец скрикнул я непроизвольно топну с ногой может и так я вам уже все сказал с меня хватит я устал ты оставь его ставь отойдя к окну сказал слава всего больными мозгами истерии дал гализма мы далеко не уедем пусть валит ты что-то вякнул сопляк хоть отодвинул меня в сторону то что ты помог мне это не значит что я простил тебя за то что ты тоже к моей судьбе руку привожу взрывайся я тебя понял просто жаль что человек прошедший столько теперь бежит как последняя крыса рано расслабился видимо еще ничего не закончилось для меня закончилось моральный принцип меня не интересует можешь считать меня кем хочешь вот этот кретин вася так много уделяется пальцем жив его жена и сын живы ли я и андрей живы множество людей выжило и все не больше мне больше не нужно у меня тело болит издавает от всей полученной боли я словно постарел когда попал в эту реальность не сохранила все прожитые тобой года в цикле воду честилище тебе сейчас уже лет шестьдесят внешне не похоже на организм у тебя уже как старика уже добрее и спокойнее ответил в словом ответил в словом прости просто человеческие эмоции я еще не освоил с толком и чувством беспричинно я мог оскорбить меня вряд ли да точно ты же как бы это сказать я рэмбо только не тот молодой а уже тот который старый все мне на пенсию пора вася пошел к выходу и замер возле дениса лена поймет еще не поздно вернуться к ней подумай над этим только и сказал он похлопав датчик по ключу и пошатываясь вышел вспомнил послышали шеркающие шаги следом скрип двери слава проводил глазами василья чтобы быстро скрылся в кустах в направлении вывоза из лагеря нам нужно идти сказал он окончательно перестав слышать и видеть хайта и отошел от окружка скоро дискотека кончится полковник может заметить отсутствие но вот слава объяснял со стола сумку пошел в ней и протянул денису второй телефон там забит мой номер если что звони я передам кате встретиться где-нибудь если понадобится нам сейчас пора да да хорошо денис принял телефон и сыну в карман денис что мне делать теперь только спросил его я взял за рука я не знаю просто быть собой и в конце смены все кончается если эта система сработает снова то по окончанию тебя должно вернуть назад если там тебе если там будет свет или что то такое коснись этого и тогда вернешься домой а как же ты что ты я уже не знаю я не могу вернуться я не хочу видеть то время тех людей и желать все это снова в том времени я останусь тут мы же увидимся просто поговорить конечно я позвоню завтра днем сегодня у меня вид не для свиданий он угнавшись денис показал на свое разбитое лицо да и подумать надо кое-то чем это не свидание я понял тебя нужно идти уже почти час через двадцать минут конец дискотеки все идем сказал денис и вырву руку из моей хватки я замер на месте словно этим жестом денис оборвал абсолютно все я пойду к выходу с лагеря если что узнаешь по поводу этой ситуации с временем если что узнаешь по поводу этой ситуации с временем звони обратил все он стоял в дверях к слове хорошо рад что могу рассчитывать на тебя ты доберешься до дома да без проблем отлично доброй ночи до встречи кать да пока бля бля Катя ради Иисуса Христа только не влюбайся и в блесе в этого черта нам Денис накинул на голову капюшон прячь лицо в тени и вышел с комнаты а вот этот Каспай на Васю бля деня ненавидел его но бля пытаешься походить на него это фуна зафу они похожи как отец и сын сказал слава когда шорох листы под ногами Дениса что уже выше мути утих но в то же время абсолютно разные я совершенно ничего не понимаю все это очень трудно часть из этого необъяснима вовсе дело то что они сказали тебе будь с собой считай там неплановым отдыхом да при чем тут все это это же просто ты не понимаешь не поймешь у людей есть два слова чтобы обозначить это каких чудо или дерево и что в этом случае мое это твоя судьба и мне она неведома от тебя зависит слава улыбнулся и взял мне под руку пойдем провожу тебя до домика скажем что у нас было свидание я что-то проснул ему в ответ но слава от этого только рассмеялся вот этот аккомпанемент моего недовольного обучания и смеха славы мы покинули заброшенный корпус ай бля ну хз ай бля доброй ночи только и сказал слава когда мы остановимся домика в котором что странно горел свет алена сейчас с вопросами устало сказал я подавляя зевок устало сказал я я уже предложил вариант хотя это будет только хуже я лишь прищурилась добро пожаловать в наш мир слава подмигнул мне и мне и медленно пошел прочь по брусчатке смотря в небо я ничего не ответил просто смотрел ему вслед и только за спиной в домике послушали шаги и богосвет пришло себя заметив что плачу плачу от страха которые демон и ангел и денис ангел пф пф темно тихое покачивание сквозь пустую темноту возвращаются ощущения и сознания вместе с этим покачивание ощущается сильнее Сустя пару секунд стало прохладнее. Что-то томно и душно исчезло. Грудь стала подниматься выше и по мне. Что за эффекты? Что за... Что за... Подниматься выше и по мне. От плива свежего воздуха, тот ручейк сознания превратился в бунный поток. Начало после сона, обетучивался почти мгновенно, совершенно стираясь, и уступая вместо ясности. Эй! Ясно, но слегка приглушенно, послушался голос Алены. Покачивание стало еще сильнее. Я приоткрыл глаза, смотря на довольность своей соседки. Выфакал, Катюха-сан. А, вы... Вейкап... Фак... Стоп, вейкап... Вейкап, факап. Катюха-сан завтрак не ждет. Она с издевательской улыбкой подергала меня за щеку и скрылась из зоны видимости. Выфакал, факап. Завтрак, а линейка... И хотя пропормотал я, садись на кровати. А ее не было. Полковник никогда не пропал линейки после дискотек. Хорошие новости. Для него ответил я, подумайся потягивать. Еще бы. А куда это-то вчера пропало? Гуляла. Музыка шумная была, голова гудела. Хотелось побыть в спокойствии. Вместе со славяном. Викнув, спросил она, я ответил. Я твой взгляд потолк прежек нижней губе палец. Он сам за мной влезался. И что вы делали? Ничего. Сидели и разговаривали. Где? О чем? Он приставал. Подсмокали. О, блин. Вот это подсмокали. Догон, все. Подсмокали. Подсмокал. Блядь. Фошбеки, блядь. Из МНД всяких. Подсмокалки вот это все. Ай, господи, как я принялась. Подсмокались. Только я не вдохнул. Я морщик глаз. А всякие ерунде. И нет, не смокалась. И нет, не приставал. Фея скучно. Она лишь развела руки и направилась к двери. А ты вчера как повеселилась? Спустя я бы занесли там на улицу. Конечно. Мы с Мариной флекслили как богиня. Ты бы это ведешь. Блядь. Я бы хотел с вами два флекса. Честное слово. Понятно. По пути до столовой я слушал источную историю Алены о том, как она вчера джигала и вытирала носы всем этим потаскучным бабам без вкуса. Признаться, слуха сушила в полуха, так как голова, окончательно пропулившись, была занята размышлением о том, что случилось ночью. Боги, дьяволы, перемещение в прошлое будущее, старые и новые реальности, настоящие и альтернативные реальности. Я словно сплю. Если в мою изначальную серию про машину перемещения во времени и любая я еще поверить смогла, то вот в это все получается при всем, не получается при всем желании, даже не смотря на все живые доказательства. Слава, что-то в конечном итоге оказался королем Слава, что в конечном итоге оказался королем ада. Хадж, что убил бога и прожил 10 циклов. Застрявший в тех же циклах Денис, что помнит все-все-все, он так изменился, был таким дураком всегда, да и сейчас дурак. У него жена есть, ребенок даже. Сколько раз он пришел в сети замыкания, видимо много, так много, что способен, так много, что способен даже на убийство. Я так испугалась вчера, грамухнула так, что аж сердце чуть не остановилось. Никогда бы не подумал, что он способен на такое. Да и, вообще он стал каким-то другим, он стал каким-то взрослым. Катюха-сам! Резкий хлопок попричу, словно хорошая подчетина, выбил мне головной мысли. О чем задумалась? М-м-м, да не знаю, просто задумалась. Да полюбай вчерашнее свидание с Славей, кому садишь. Да ну тебе, я же сказал, это было не свидание, если бы это было оно, я бы так и сказала. Не волнуйся, если вдруг я пойду с кем-то на свидание, то узнаешь об этом первый. Точно? Абсолютно точно. Классно. Она довольно улыбнулась, и в один заход опустошил и стаканчаем. Так. Какие планы? Не знаю, никаких. Ох, ну ты и скучнялочка. Ну, да я поглаз в этом вопросе на твою инициативу. О, в нашей паре я буду ведущей? Да. Но близким шалостям в глазах спустя вна. Даже не начинай. Бака, бака, бей. Она подожнила меня, выснув язык. Ну, у меня была идея пойти сегодня к магазину, как-никак, там всякое интересное, чем тут. А там-то что? Страшилищу моду набить можно. Ну да, почему я не удивлена? Да шучу я. Просто в действительности тут скучная, скука смертная. Хочется оттянуться. Добречка. Доброе утро и приятного аппетита. Вера со Славой присели за на столик и поставив подмос. Оп! Ну, Слав, ну, Слав, как колись, кто вчера с Каской, что вчера с Каской делали весь вечер? Бля, у меня наушники отошли. What the fuck, музыфака? Так, там все слышно? Перфект. Завел ее в музыкальный клуб, заперел изнутри и нахально пристывал. Лапа везли, где можно и нельзя. Сказал Славу абсолютно серьезно, даже без тени улыбки. Отчего Юру, что все наживало, поперкнулся. Дурак совсем. Я почувствую, как уши загорается. Прорезинок закипания. Все за столом поняли, что это шутка. Не волнуйся. Да уж не все. Кроме твоего ясного ума. Ладно. Ну, а если по чесноку? Гуляли и разговаривали о всякой ерунде. Кто бы мог подумать, что в этом лагере помимо меня и полковника найдется человек, которому все эти кости... Что? Кости тряшки и уши скрижеталки придутся не по вкусу. Какие мы нежные, Ути. Очень нежные. И не в том смысле, в котором говоришь ты. Слыбкой ответила Слава. Есть что по задумкам на сегодня? Лагерная диверсия? Узрупация власти? Драки и дебоши? Ну, я ничего против не имею. Как бы... Ну, и опасно сегодня. А чё это? Полковник ко мне какое-то дело есть. Какое, пока не знаю, но он сказал неимоверно важное. Ну, получается, как всегда. То есть, не получается. А у тебя, мистер нежность 2К16? Напить чай и пойти в кружок послушать музыку. Помочь полковнику, если попросят книжки почитать. Тухляк ты слабый. Уж прости, какой есть. Бывая. Ну ладно, пойду пребывать в городском одиночестве. А, в городском, блядь, в городском одиночестве. В городном одиночестве. Катюха-сан, если что, ты знаешь, где мне искать. Та я... Блядь, я с ней хотел бы пойти. Алена подмигнула мне, встала из-за стола и направилась к выходу. Лишь бы курались. Да! Слег улыбко, сказал Юра, пивай чай. Если бы не полковник, ты бы с ней на пору от лагеря... Ты бы с ней на пору от лагеря одни руины оставил бы. Вот поэтому и чашка вздыхает. Тоже хочется. Он поставил стакан на поднос и улыбнулся. Приятного. До встречи. Сюда он, забирая поднос и вставая с места. И теперь веселое времяпровождение. Слава проводил Юру взглядом, прячу губы в стакане с остатками чая. Как спалось, он бы ждал, когда масло снили. Вырубилось без задних ног. Вчерашний меня вымотал так, что я даже думать не могла. Просто валялась в домике и упал в кровать. Кажется, раздевать, кажется, раздевать в полете. Понимаю. У меня много вопросов. Я знаю. Тогда расскажи. Пойдем в музыкальный. Там диваны поудобнее и музыку можно включить фоном. Да и уши, и шума нет. Чтобы ты заперт дверью... Эльмира, чтобы ты заперт дверью и начал приставать? Просил я в шутку. Само собой. Я прищурилась. Шучу. То-то же. Шутку на шутку. Что ж ты такая недовольная? Не по этикету так говорить. Слава на голову гнулся. Я сатана. Этикет штука не для меня осознанная. Он подбегнул мне и встал с места. Идем? Да. От его фразочки снова встал как не по себе. Не парься. Только и сказал он длинный на меня. Интересно, тут есть какие-нибудь подсказочки от Хайта? Не. Не вижу. Внеосите прошу. Он указал на один из диванов, а сам подвинулся ближе к нему и сел на него. Спрашивай. Я... Скажи честно, я вернусь обратно. В теории да. Только в теории, как я говорил вчера, твое перемещение хоть и прошло по старой схеме, но оно не было никем запланировано. Да и никто не мог тебе перенести. Если исходить из этого, что это просто поломка и все идет так же, как и было, то в конце смены тебя вернет назад. А если исходить из того, что это нечто иное, это, как я говорил, аномалия, то я не знаю, что будет. Я постараюсь помочь, чем смогу. Не волнуйся. Да как уж тут не волноваться? Ты уже заметил эту странность? Да? Я лишь прищурил глаза, что ты не можешь начать паниковать. Конечно, в случае экстренной ситуации ты можешь, но вот когда пытаешься загнать себя в угол тем, что пытаешься понять и разобраться, как я почему-то попал сюда. Нет. Да. Даже сейчас. Я уверена, что в другой ситуации я уже вспылил одно. Это эффект перемещения Аймола. Он ограничивает твои эмоции, что возникает о мысли и действиях, связанных с перемещением. Раньше его не было и, должен признать, было забавно наблюдать за поведением людей, но после чего-то когда один из испытуемых сорвался и начал помочить всех, кого видел, мой папаша придумал эту штуку, что подавляет на боте и телепортации. Твой папа? Бог. Он придумал все это. Я лишь смотрел, ну... Было иногда и я принимал участие в этом. Но ведь... Зачем вообще все это? Колыбель. Ад. Ловушка. Рай. Странное место, которое открывало людям глаза. Я же сводил с ума. Каждое видео в этом нечто свое. Нечто особенное. И смысл был в наблюдении. Потом, как я рассказывал ночью, суть была в изменении времени... Суть была в изменении времени с большим пути. То есть... без эффекта бабочки. А потом... Потом все кончилось. Но... Бог это же... Создатель всего и все. Почти всего и почти все. Да? Как он... Как Вася убил его? Слава громко выдохнули по правочке. Ну... На пересказ всех событий у меня идет пара суток, наверное. А если вкратце. Он пошел мстить за свою мертвую любовь, сошел с ума, пробыл несколько лет в аду, на последнем его кругу, переживая самые жестокие пытки, но не на минуту не поставая строить план вместе. Потом он бежал из ада. Представляешь? Он восхищенно развел руками. А потом... Потом умманул всех, даже самого себя. Выманил Бога с небес и убил его. Вроде как-то так было. Достойное восхищение, не так ли? Да, наверное. Но я слушал, какой ценой. Я не знаю ценности жизни и мне судить. А ты? Я? Как ты? Ну... Каково тебе быть человеком? Ммм... Не знаю. Скучно, конечно, без твоих старых возможностей. Но это добавляет никого интереса. Если раньше я просто смотрел, то теперь могу их пощупать. Собик сказал он, а трогать всегда приятнее, чем просто смотреть. Знаешь? Он... Да, вот... Балди... Балдиош! Еще и все эти запахи, звуки. Балдиош! Так, и... Какая у тебя цель? Цель? Плани. Ну... Смысл твоей иной жизни. А он должен быть? Ну... Разуме мы рождаемся не ради чего-то. Нихуй, я себе смею. Ой, Господи, бля... Смерли. Слава придержу, пальцем очки. Нет, ваша жизнь не имеет смысла. Абсолютно серьезно о себе говорю. Вы лишь развите вашу... Вы лишь избиваете вашу популяцию, вот и все. Вы сами должны искать смысл, ради чего вы живете. Вас создали и про вас забыли. За вами наблюдали и ставили опыты, как было с Денисом, например. Само ваше рождение просто результат действенного ваших родителей, тягивого бессмертия всего рода. Если говорить откровенно грубо, смысл в вашей жизни заключается в том, чтобы развлекать нас, тех, кто смотрит, как кино по телеку. Сейчас же, когда уже никого там нет, ваша жизнь окончательно начинает какого-либо высокого смысла. Люди сами придумывают его, чтобы у них была цель ориентир на пути. И это мне в них нравится больше всего. Их стремление. Вы не имеете смыслу. Ваше существование лишь ничто. Запомни, жизнь бесполезна, если не найти в ней счастье. Но это же теперь тоже человек. Я делаю то же самое, что и раньше. Я наблюдаю. И в реноме я сам чувствую в чем-либо. Тяга к новому и интересному. Это мой смысл служить в этом мире. Говоря предельно откровенно, мне доставляет некое эстетическое удовольствие попить кем-то другим. Почувствовать то, что я не чувствовал. Все эти эмоции, страхи и переживания. Я человек в этом мире высокоморальный и сдержанный. Интеллигентный, можно сказать. Это для меня в новинку. Если ты раньше был другим, то это, наверное, и вправду тяжело. Да, как я и сказал, очень трудно. Раз уж зашла такая тема, то у тебя клево, заняться и милое лицо. Если бы я был все тем же люцифером, я бы обязательно подглядывал за тобой в душе или когда ты переодеваешься. Межзапакостно. Таков вот я по натуре своей. Ну а что поделать? Молодые девушки очень притягательны. Особенно их нижняя часть тела. А запах кожи? Так, замолчи. Мне Алены с таким вот набором разговоров хватает. Ладно, ладно, шучу я. Расслабься. Хотя финальная шутка про стану любителей юных девочек, а колюции ликонщика была бы очень смешной. Ну да ладно. За все время существования в школе человека юмора во мне убавилось. Раз ты человек, то ты смерть. Да. Но ты не подумай, что ты сможешь меня убить и спасти мир от чистейшего зла. Даже и мысли не было. Я так, на будущее говорю. Я хоть и не король Ады нынче, но кое-что все еще могу. Например. Ну, надо показать фокус. Фокус? Смотри. Он подошел ко мне и уперев руку мне в ногу наконец ближе ко мне. Глаза отхватили языки. Бля, это же фишка Сидерял и Люцифер, сука. Бля, Вася. Фокус, блядь. А теперь спросим, чего ты желаешь? Йога захватили языки пламени. Они вспыхнули, кажется, слегка осветились, а само пламя в них танцало медленный танец. Сам жар ада, это я. Пускай в теле человека, но я могу испеклить все, что посчитаю неугодным. Золон, абсолютно серьезно, прикрыв глаза, отошел от меня и на девочки. Впечатляет? Да, есть такое. На самом деле, слегка соврал. Сила у меня есть, она чертовски слабая и, наверное, от нее будет мало толку, но она есть. Но только цена ее использования велика, настолько, что пользоваться ей мне не следует. И какова цена? Моя оболочка, точнее тело. Она разрушается, не выдерживает. Поэтому, если я ее воспользую, остатками бывой мощи, то только в крайнем случае и только один раз. Ну, может, два. А может, и три. Как пойдет, короче. Тебе страшно от этого? Боишься ли ты умереть? Я? Нет. Я давно хотел этого. Но наше потепло. А, как же мне все достало, хочу новенького. А из новенького только чувство смерти, ее касание, ее ласка. Даже будучи демоном, я любил смерть. Любил смерть? Да, смерть, любовь всей моей жизни. Именно ее наличие проделал бы мне сил создать чертову дочь-любовь. Ты похожа на нее внешне, в ее меняемом облике. Черные волосы, яркие глаза. Эх, а где она сейчас? Она? Все так же в небытие, на грани миров. По крайней мере, мне хочется так думать. Ясно. И что мне делать дальше со всем этим? В каком смысле? Со всей... Со всей этой информацией что мне делать? Не знаю. Ничего. Можешь пойти почитать учебники по истории, набраться знаний. Как вернешься, сможешь им воспользоваться. Все в твоих руках, Катя, если вернусь. Пессимизм? Это скучно. Скучно быть здесь. Опасно, скучно и одиноко. Одиноко? Я не могу быть... Я не могу быть собой. Я не могу быть собой. Даже тем... Даже тем общих для разговора нет. Разве? Да. О чем мне поговорить? О парнях с Аленой? Каких-то непонятных вещах с Димой или Ваном? Это не то. И вы говорите не так. И рамки у вас... Ээээ... Какие, блядь? Рамки... Развалины. Ты делаешь выводы лишь по Алене. Такой она человек. В этом нет ничего удивительного и нового. Тот же Ваном. Так течет на потере сознания. От его чувства так-то иногда хочется проблеваться. А ты разве не так не творяешься? Я это я. И вправду умен... Я и вправду умен и могу следить за вами. Да и мне нравится напрягать всех именно тем, что я тактичен. Если бы оно тактичено в сторону стеснения и неуверенности, то я ровно наоборот. И это бесит кого-то. Юра, например. Понятно. Так или иначе, я не знаю, что мне делать здесь. Мне понятно страшно. Флексить с Аленой. Я за. Можем заняться сексом. Пошел ты. Тихо, я шучу. Всего лишь поднял твой боевой дух. Еще раз пошутишь так. Я тебе в глазном. Справедливо. Ну а говоря насчет занятий, придумай сама. Тут есть все для того, чтобы развлечься. Например. Что, например? У тебя есть Аленор? Все. Больше вы не надо. Она магнит для приключений на задницу. Есть Юра и Уля. Не, 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 не. Фу, фу, фу. Это если ты еще не выросла. Но там пошалить, пошутить, устроить диверсию и убесить полковника своими разрушениями. Ну и есть тут темная лошадка. Но это для тех, у кого стальные груди или яйца. Не думаю, что это тебе придется по душе. Лучше выбрать что-то из первых вариантов. Либо просто углубить его изучение этого мира. Книжки, библиотеки, прогулки за забором. Либо просто лежи в кровати сутками в надежде на то, что концы смены твое тело не атрофируется. Да уж. Кстати, возьми. Что это? телефон мобила труба называй как хочешь там забит мой номер и номер дениса на балансе что-то было поэтому смс-ку смог на классику отправить можешь ну или позвонить я вчера дал ему номер этого телефона так что жди звонка спасибо эти штуки они они же дорогие да моя мобила да а это купим гости на экране а у кати что а у кателька это дороже бы обошлась понятно не грусти катя пусть мы еще не знаем что почем на тебе выдалось возможность возможность увидеть будущее и самого лицефера я кстати буду не против прощального поцелу когда смена кончится эти предупреждала шучу я мой юмор слишком специфичен для девочки из совета дурак больной сутки сказал я убираю подарок в карман ладно так еще вопросы не знаю их так много что выделить хотя бы один проблему значит вопроса больше нет раздавший короче стук дверь после чего и открыли доброе утро доброе она мгновение бросил на мне взгляд почему снова вернуться к славе для полковник попросил тебя кое-что напомнить именно черт совсем забыл про концерт подготовься после обеда придет тут приедет тот фанки диджей который пригласили провести концерты вечерние и вечерние танцы опять дискотека да и в честь чего администрация рассчитывается на такое кино снимать в старом лагере который на севере озера кино и студии нужно будет массовка возможно кому-то удаст стать частью то что дорогу врач кинематограф ну если не с канала тнт будут снимать то что нибудь да получится я лишь хмельнулась и не прощаюсь по кино здание тихо закрыл дверь классно кино снимать вот да шик вот только полковник скорее всего этим всем недовольный останется этим всем недовольным останется и будет злой как сам сатана так что надо бы мне все подготовить чтобы под его горячую руку не попасть тогда я пойду спасибо за телефон и за ответы натуральные долги принимают если что я лежал у кулаки и встал из дивана не за что вот что я люблю грубия шутка юмора теперь вы нужно заняться делами да ладно пока до встречи пошли фрекс из калёги но и дело конечно к муж скажи ни за что не поверит ковардак какой-то из глубоких раздумий что делать дальше мне вы ушли поп по копии химис пришел за спиной алена но хоть ведь хоть она меня нашла спасибо что ты могла бы так больше не делать а что такое это неэтично монашка начинается спор на эту тему по новой я ненамеренно да ладно тебе кстати что за собрание у вас там был музыкалки или может у вас остается эпичный тройничек на рояле с участием интеллигентного парнишки молодой циндерки и милфы эти в глаз дом алена хотя в запасе что-нибудь еще помимо сплошности а вот секретики я девочка загадка модного типа первоклассного вида во время флекса отжигает взбушка уже и респект дура совсем какая-то ты напряженно скучно сегодня катюха сан просто твои шуточки уже до белой ручки доводит дала на тебе так что там за тайной встречи было что-то про кино а точно в она говорил что у нас собирается снимать какой-то сплэшер слыша туда типа ужасик про маньяков но все это дико напоминает мне пятницу маньяк озеро заброшенный лагерь только от наших киношников и нам бы с удовольствием сыграл к нему сырон я угорел что-то об этом возможно все будет шанс показать себя улёт что еще интересного всего не концерт и дискотека опять танцы шмансы оу щет думаю катюха сам нам надо сегодня прогуляться до магазина а еда а хорошо да я пить не буду ты вчера ты говорил смысл не будешь ты чё мазь надо это было с пони несовершеннолетний да 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 расскажешь что в суде пока ты просто обязана пройти со мной до магазинчиков а неужели тебе без этого никак не прожить прожить но тем не менее лучше пойти да прогуляться тут все равно делать нечего сукотища смертоносная да если ты говоришь сегодня что-то намечается значит полковника наверняка найдет рабочим под нас а я бы не хотел опять вешать гирлянда вообще-то я их вешал а их подавала значит как ручки засекает тянуть кипу проводов куда-то над собой еще бы девушки мишин фэйл в лгтм next time что я лично доминир за руками но я нужно стоял в стойке отдать часть нам из-за моей спины вышел а я думал нас ливну выше полковники поставлен землю колонку у меня для вас небольшой портфель фэк слушаем босс помните александра там видишь и которого встречали на днях он сейчас двадцать седьмом домике зайдите к нему и передать что последняя партия аппаратура прибыть завтра сегодня пусть отдыхает и пусть закончить и пусть заскочит ко мне после беда хочу побеседовать с ним насчет подготовки концерта и пусть она не ладно дискотеки шеф так точно шеф все все свободно ладно так немножко полковник подхватил землю колонку перехватил поудобнее и направился куда-то в сторону библиотеки сцены вот видишь нам еще повезло нам надо надо срочно валить пока нас не пристали к труду труд алена сделал из обезьяны человека а и свел в могилу могилу людей свой отворенные привычки и их безваберность ой оставь свои монашки речи для детей от трех лет что что вот что по лбу лан погнали обстрелить покончить до спаливать вот блядала алена угли я вы во всем согласен алены здесь хоть создал снова у идеального человека слышишь спросил алена когда мы остановимся нужного домика ну да вот это это старпёр этот старпёр не так уж и старпёр однако алена углу сегодня на это лицо постучал в дверь открыто добренькая утренькая у какого чёрта александр не понимаешь выглянуть за журнал что разглядов сидим на кровати когда мы вышли что что это ты тут устроил тише дальше материнская плата месяца 2007 и ты погляди ты погляди да таких рассоток уже нет за трудство в лучше быть там была девка он обносит закрывать журнал чем могу крест дать надо полковник просил передать что завтра там что-то привезут а сегодня лафа еще просил к нему зайти после обеда нужна помощь в организации сегодня туса странно чем ему помочь тусы в это уж не он точнее само собой а ты с какой радостью в лагере поселился интересно но ты сама ответила на свой вопрос до того как его сдала утром к лагерю приезжает машина ставит новое оборудование я его настраиваю и что мне их таскать кататься туда сюда каждый не администрация время после у меня здесь для у однако но так-то да разве что пивка не попить а что мешает выйти за территорию то что потом обратно не пусть но всегда можно платить сегодня через главный вход сторону старого корпуса потом влево по тропе к забору а там уже сам увидишь ценная информация я это учту спасибо считай то благодарю очка за инфу остром корпусе это же нам ничего не говорю человек я сам не понимаю ладушки бежать надо конечно а я не очень окрестность знаю меня проводить до ближайшего места хранения пенного любой каприза ли торпион цена приемлемая вы еще заняты абсолютно нет как раз направляемся за забор разрешить составить компанию да не вопрос тогда сейчас я тут достелю все и выйду подожди парню ракушки так ну санек тоже типа ровный и извращенская муза он сушит но долбит нормально но это же это хачи ваканаля какая-то ну простите тут церковный хор не поют я лишь пришью его смотрю на лену девчонки на что рейдить сегодня чего забей снова здорово ты же должен с полковником танцеваться чё носишься так мы всего оппортуна сцену затащили продуктивная команда запарился немного да ты всего часок то поработал юра юра совсем никакой вынослимости советую над собой поработать да ладно тебе я не устал просто это муторно и скучно так или иначе вы куда направляетесь на север чего не я одна и не понимаю времена гулять идет чего куда на север да какой север еще он хочет пойти магазин чего-то ты зачастил туда пострашиваться случилось конечно нужно искать себя мужественную женщину колю штук мужчинки все тряпочные но ничего нового а ты чего у думал да пока ничего кстати советую вернуться пораньше и упаковник сказал что гостя встречать будем мы манере отряд его гости да я уговорю что-то про фанки джей фанки диджей кто это фанки ничего себе бата звучит однако ну вот и мы будем встречать а до этого времени хотел заняться кое чем точнее поговорить об этом с вами об этом ты словно интим предлагаешь человек только это изведите тем не менее я хотел поговорить с вами насчет шахт ты чё удумал опять шахтер мамкин это чё думал опять шахтер мамкин о приветствую я шурик я юра ты новенький они пожали руки не я тут снова оборудование вожусь в обминке понял раз мы тут собрались предлагая скрыться потому что больше народу потому что чем больше народу тем больше вероятного что полковник нас найдет и заставит сажать алюминиевые огурцы но двинули пиво ну тут есть бар и магазинчик бар но сельский трактир скажем так класс люблю такие места от вас атмосферник у них надеюсь ален блять надеюсь алена мы не пойдем туда тоже смысле мы не пойдем пошли почему нет да у нас уже знакомый есть можно с ним пофлексить а куда нахуй катюха сан конечно пойдем что за странные вопросы а я не такие места не по душе я пожалуй я не успел не договориться к колености снова не обогреть и нет 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 пусечка ты пойдешь с нами и отпусти а вот не путю лучше представучие а я у всего лену за плечо там звезду и попятилась назад нержимой охватки я споткнусь обрекая себя и испокнусь обрекая себя и меня за одно нападение дура совсем она отпусти не путю смесь кричала на придавленная мною к земле идущие впереди мальчики бы нужно нас смотря словно на рыб нас уже барахтающихся в траве это странно да но ничего пообщаешься соленкой денек-два привыкнешь нет это выглядит не отчасти но больше странно для меня подобные сынки в порядке нового занятно отряхнувшись от налившей грязи я не переставал гневно так я не переставал гневно сверлить затылки идущих перед ними алены но вот секретный выход все оказалось куда проще чем я думал но все по старой схеме мир присел стены натянув на руки печатки и помог алене взобраться на забор 5 нет я не пойду с херами катюха сан раздался недовольный волос высадили алены из-за забора как я сказал подобный места куда вы направились мне не буду же поэтому я стану ну ладно как хочешь я тебе жопу натиру лишь пучок голый или что скажи полковнику что нас люди ладно да хорошо вся первая спаш за что за что последние радости решает я не знаю что делать и рассаживали перелез через забор и судя по звукам борьбы под ту его сторону пытаясь оттащить алену что намерилась вернуться и уточнили с собой это ситуация вызвала меня луком ну и дурочка же ты дурочка блять только и подумал я разворачиваюсь и направляюсь обратно по тропе хоть какое-то время побуду в покое да не наоборот ты с аленой весь сам флекс происходит появилась возможность обновить все еще раз более детально мильно вышагивая по тропинке я крутил в руках подарок слабо интересно как она устроена стоит покопаться в нем но это потом сначала нужно разобраться в некоторых нюансах например кто-то скутил меня за плечи и резким рывком потащил куда-то в сторону нихуя себе экстрим по лицу несколько раз ударили ветки кустарника от страха и нежности я встряхнула вопреки желанию и здравому смыслу жму его глаза отпусти только но я начал в полной тюме дергаться в надежде вырваться тихо а то полу лагерь соберешь услышал знакомый голос я успокоюсь свои не вопи руки чтоб все это время жаль за плечи развернули на 180 градусов бля хай ты еще мертвый господи да ладно тебе можно звать мне просто басе ты дурак что ли совсем так пугать дернусь все вырвалось из его хватки я остановлюсь на парше любовь не рыпайся я по делу пришел и почему ко мне учени почему ко мне потому что удачно шарилась рядом я же не могу в таком виде щеголеть половину верно в общем слушай запоминай найди нашего короля а до отставки и тащи его к старому корпусу и раз с ним перетереть я что на девочек гушках похоже не без этого любом случае это в твоих интересах чего бы ну что-то мне подсказывает что дом ты уже что домой ты уже не вернешься но это не точно так что хватит пялиться на меня успешно насладиться тащи сюда люцифера я старому корпусу я ждать внутри у меня есть эта штука телефон слава сказал что там есть его давай сюда он требуется на пустину руку грубий яд я вот чего из кармашка телефонный пустянула вася заботливый какой мукнул он и потакал по кнопкам если фона подсушили шипящие гудки громкая связь хуже белых шума черт сказал он недоволен спорщик лицом катерина что такое ничего сладенький просто решила позвонить хай тащи свой зад к старому корпусу чем быстрее тем лучше что случилось и тупой ли притворяешься я вроде ясно сказал иди с низкого старта к заброшке сейчас буду умничка еще щелчок еще щелчок по кнопке и шипящий фон из телефона оборвался пошли катерина он протянул мне телефон и не дожидаясь меня начал убиваться в лес я хоть бы умылся к ходит в хабрине весь что случилось что случилось вчера же вроде как не хотел ввязываться в этом случилось так что это вязалось меня далеко уйти не вышло и как видишь просто не очень гладко прошу не очень гладко водя внутрь старого здания хайта сеешься на ступеньки обокатившись на стену спины и закурил паршивый дело твою катер почему ну начнем с того что тебя за салу неимоверно кровавый и затяжной adventure он как я думал закончил он как я думал закончился но что-то мне кажется самое мясо только начинается да и вообще ситуация максимально паршивая и не смотря на меня так я тебе ничем помочь не могу уже все старый старый а вспомнила что-то с тем после циклов слава говорил и осва даже близко не описывает того что творится внутри меня энергии нет сил нет все болит ломит хочется спать вот кто вас убытков дернуллись тогда в шахты блеснув глазами спросил он на меня не сморщившись сидел в этом дальше в тишине в тишине и покой нет надо залезть и все испортить прости а то как отток от твоего прости ладно неважно я дам вам информацию а вы там уже разбирать со всем этим дерьмом а я свалю куда-нибудь в лес напишу мемуары своей жизни а может может тихонечко умру где нибудь у лесного озера было бы здорово дурак что ли совсем наверное даже ни в чем не уверен если ты вправду столько всего сделал хотя и не до конца все это перевариваю рождите не следует начать жизнь сначала ты катя на своих огне борто а на деле помыла не все так легко попробовать забыть все разве забыть а ты можешь забыть то что видел вчера или вообще весь этот трип цел вряд ли ты бывал в аду не ездил на выходные семьей отдохнуть нет а я вот был томился там несколько лет мне снится весь этот кошмар каждую ночь не снятся циклы убитые люди и прочих хер это все дерьмо недостойно внимания и мух совести не снится ад как наяву словно я снова оказался в нем и ты вряд ли даже сможешь нафантазировать то что там было ты невозможно забыть можно забыть людей убитых и спасенных ненавистных и любимых события хорошие плохие ужасные чудесные но нет даже мое безумие не было настолько пугающим как лихиада да и как видишь я попробовал попытки не удалось видимо на лбу написано и потусторонние твари я ваш главный брат да да я и они так и лезут ко мне то галлюцинации то боги всякие тебе щелка эта тварь исправить все только магии только моё как и группу горбатого что-то так пялишься тебя тебя ждет если не то же самое что-то похожее ниже тоже уже все умом тронул ты как я потрепала нас с ним знатно хотя он дебил и всегда им был на него особо не хотя он дебил и всегда был на него особо не повлияло но все-таки что-то перемкнуть умудрилась но я же вообще не должна была попасть сюда вот даже вообще но я же вообще не должна был попасть сюда и вообще чертов блокиратор эмоций сама одни сама не ждаем древо пустяне кулаком отчего мне на голову упала пара пластовой желтой штукатурки денис тебе поможет не переживай хотя нет уру переживай это же денис и что дальше то что я вообще должна делать такой хрена вообще тут забыла не знаю спиной с грохотом распухнули двери в помещении обвести особо чего за крики все в порядке катя порядке да ничего блин не в порядке ты чего ей наговорили о что с лицом и тебе привет хоть медленно встал и подошел ближе глаза заплыли дачки на секунду он подцепил очки пальцами и стянулся славы и сразу после ударил по лицу начало тут упал на пол подняв воздуху к пыли вася бросил на него очки и снова вернулся на прежнее место кряхтя садись как бальзам на душу парадокс да и так полагает это было я так полагаю это было за дело да за дело и что же я успел натворить да так забыл сказать что воду у меня с коммунизм или душу сало перестал стряхивать с одежды пыль и посмотрел на вас из-под лобби смысле приму они встретились взглядами высополная тишина который кажется я даже слышал как у колотится мое сердце чего ты пересекся вчера с одной горячей горячей штучкой вот она мне поведала что мнение хило так обделили зовут эту штучку кстати лилит хайд сука ты опять пиздишь все из сверхъестественного но мне нравится мне больше нравится мосеса чего сука ладно я ничего против не имею просто забавно что губы с вами другу ли я же ты не восторг нет ты нося да это лучше что могу случиться да брось ты привлечивать она всего-то на все хочет уничтожить все живое на планете сэм дзин придуривать сейчас нет абсолютно я рассказал катер что мне намечается погружение в глубокую темную задницу занятий хотя бы сам хотя я бы сам там по плотнее простите мне мои манеры лилит уверен ну по крайней мере она мне так представилась вот что мне интересно это юная леди победу не чтобы с ней одно целое что моя душа у нее а у меня частичка ее души я спрошу себя пока что по-хорошему какого хрена ублюдок ты мне не сказал что мы душа в руках какой-то там адской демонической швабы я ну короче насчет лилит есть отдельная история ехать из этом группе вк по моим выкладывал ну короче там что типа блога ну хоть по своей истории записывать есть одна история трагище вот лилит я я не знал если бы я знал то что не упустил бы меня и заново или просто поставил меня или просто поставил меня в курс дело о том что я напоминал 5 твариной из присподней как вообще это сука мудрилась вытащительная душу ты будешь не в одной клетке в аду ну да теперь понятно почему она ведет со мной у себя так сонным и старый кореша стой стой ты можешь сказать что то-то похобей непонятный стал какой-то горячей штучкой но это сути не меня чёрт как у хрена и вообще дело бы на плитке скрыт варим вместо воду тебя выбирал не я а спасибо богу за эту демоническую душу черного цвета добрый но до временного века понятно как она и получила нет одна из первых тварей воду и она очень сильно она помогла просто сказал бы лилит вообще в чустилище там обитает как бы она могла просто вырвать и у тебя и сажать но я не я не знаю и что теперь люций от снова запрет я конечно то и творили порожено стучать не против за то что она мне чуть ли зад не имела когда мы с ней чались на адских ирарх ну знаешь она какая-то мощная да еще к тому же окружу себя каким-то болт весами вот там как раз а описано как она себя не окружила ну хоть кто такая-то любит мать мы порока похочи в угоде уже обману а также мать всего сущего на этой понятию вижу в курсе самое сильное существо после бога и смерти и и меня было заточено нижний круг ада тремя ангелами за приворот змея что говорил адаму и левости за предноплод из сада и дамы а также за то что пошел против господа ты пошел против господа и это ты блядь с двух аварива дамы его сисябочка подонок она породила семя тьмы на небесах и в аду в своих кошмарх и боли не пускал тьму кое пожалуй души сильнейших адских узников общее обращая их демонами она была за рождением она была за рождением безумие если она изначально вот такой то я боюсь представить что сделать с ней вечность в аду так понятно бог сдох ты на скамейке дефективных а смерти насрать на проблем мира и всего что получается учиться вы в дерьме господа она хочет уничтожить мир а ты делаешь вид что тебя это не касается нормально так ты мне об этом спрашиваешь спасибо он с удивлением успехнувшись на кривочную сигарету любом случае до меня это не касается мне касается то что этой сути моя душа и сказал что меня это тоже касается ну да как бы привет у древний демон в образе монашки шастать папу где столпой копников на роли тех хранистей их очень уничтожить мир если это если этого мало я помню наш уважаемый адский папа шейгари что говорил про сплекс активности мог кто-то вернулся в наш мир откуда-то там вот пожалуйста причин аномалина или на проверяй постой ты сказал сказал что ли это одета как монашка а ряса монахи не рыжие волосы в глаза большая грудь круга задница я видел ее что где во снах я бы 8 она вышла на тричью из появишься впереди света и постановлю руку попросил взять и я потянули свою а после пришел в себя вот видишь проблема найдена нам нужно что-то сделать срочно не торопи коней рыцарь ты не понимаешь сказал что она в окружении людей что защищать лет так ну это значит что у нее уже есть силу она еще не восстановилась даже на повину она уже способна заводить чужими умами мало и телепортов fireball так она еще и психоманьяч какая-то фэрбол а фэрбол здесь виду неважно что-то вроде клёво так вот когда она окончательно восстановит было могущество я уже не остановить осаде я сказал мне еще есть вопросы какие еще вопросы могут быть не повышай голод щенок она приглашает меня вступить в ее пати для рейда на этот мир я конечно же ради приличия поломался но потом все же послал ее к чертовой матери тогда она мне сказала что я помогать человек из-за которого все началось смысле ее побед все это конец с циклами человек из-за которого меня засовывает зима как она сказала это мой шанс отомстить по-настоящему он ухмыльнулся а ведь даже не знаю как все это началось по и почему не расскажешь мне это невозможно что именно тот человек не может существовать в этом мире не его стерли отовсюду кроме твоей памяти ну конечно со ударю себя по углу засмеялся я очень рад что ты все понял но мне до фени вообще вся эта инфа и нужны имена явки и пароль и что это за человек ты не хочешь знать этого 7 7 денис ну это папаша который сбил нас на тачке павел как его так таракан маккверфи да и хз ты не хочешь знать этого я сейчас стану а ты ляжешь понял со задумался орфея это она втянут тебя в эту игру кто ор нет как это очень долгая история нет я не в курсе почему именно она она же умерла вечно кома сумме с конца что-то такого не помню я помню как ее мать все паранационально шептала что теперь орфея в царстве морфея но она проснется что бог ее разбойки а это брось заберев на месяц принесенный губам сигарете орфея лили нет даже если цепи ее ослабли и она смогла сбежать сзада то на него не могла выйти из чистящей это невозможно она сказала что денис вывел ее оттуда что он не мог знать если она притворялся человеком то откуда им будет гуляться кто это я понимаю а еще просто понимаю почему все это случилось все что случилось случилось круто не поделишься тебе частью души и ты носишь ее все настолько долго чтобы уже просто срослись клёво бафов к гнили мне это не дает нет за денис выводите честилище но она не объявляется почему ждет до чего кто у нас тут спецподемонический хрень херни вот я спрашиваю она ждала тебя класс хоть разрушил мир от виноват в акапокалипсисе где-то я уже это слушал не так давно кстати нет я не об этом аномалия сработал поскольку или нет постой не могу сложить все это вместе с вами вынуть телефон и начал нажимать на кнопки тебя что есть консультант в вопросах порталах межевременем нет мне нужно немного информации алло денис это слова из-за лагеря да что тебе дал далеко добираться часа полтора и тут ты тут нужен назреваешь серьезное катя в порядке послушай денис расскажи мне кто был твоей пары в честилище ну в том месте про который ты говорил извинись или умри да женщина с горящими глазами да ниоткуда расскажу по прибытии стоп что беременна стой ты уверен понял да нет не не нет не в порядке все очень плохо когда берешься до старого корпуса позвони мне если вдруг тут никого не будет ждем салла стоял бледно словно вот-вот и упадет он без сознания прямо на месте мая лилит была стране всех кого я встречал возможно да не вот чего она ждала все складывается ты людям то расскажи у катя сейчас часотка уже начнется твоих теорий сейчас твои души в ней позволили ей обойти систему честилища а также под внутри нее не справил ее к выходу она выбралась но не в одиночку она внутри нее было душа арфей этого мало чтобы вернуть их жизни стерки судьбы поэтому она ждала тебя единственную память и не это чё за система такая стертую душу нельзя просто так вернуть в тело и воскресить нужно что-то они напоминающие этот мир но в нем нет это вернул новый что лет не смогли хуй помнишь нет нет ни семьи нее самой и тут появляешься ты эти фрагмент памяти становится катализатором искрешения судьбы стерки на века навеки а круто звучит ни хрена не понял но вроде как допёрт дальше то что да почему тут я чтобы достанет силы и нужного энергия что схожи с гранью эта энергия стала обоюдной связь человеком с прошлым арфей это просто ходячий набор энергии но она не может ей пытаться так как душа львит больше не душа смертных есть ритуал который должен выбрать падшим ангелом богословения благодаря ему можно наполнить души святого энергии смертного но души должны быть как-то связаны обычно это души трех людей три мужчины или три женщины двое настоящего и один редук из прошлого так ахать считается как из настоящего потому что вырать его тоже по временам кидал и хоть пойми откуда он ладно на самом деле не важно один передок из прошел у нас есть нарушается грань времени вместе с ней и грань миров душа смертных соединяется между собой и ангел питается это объединившейся энергии восстанавливая силу но так как лили часть души отдала тебе карте им нужно всего двое катя и орфея и сказал передок из прошлого в этом проблема потому что я уверен на все 100 катис орфей никак не связаны значит они просто воссоздали всплеск и лиц ливен сплела их души и и что наде что она делает набирать силы но раз ты говоришь что ей нужна защита значит процесс идет медленно слова слегка внулись твоя душа что не человеческое и мешать ей быстро сара твоя душа что у нее человеческое и мешает ей быстро собраться силами класс ты мне чертовски порадовал не спеши я так понимаю она пыталась себя завербовать а когда не вышел пустил в дело своих подданных именно я рад что тебе удалось свалить это было трудно потому что если она убьет тебя навеки на веке заберет себе твою душу объяснить часть и часть своей ты станешь марионеткой после смерти она обретется целостность и быстро восстановится прекрасно чертовски здорово лучшая ночь за последние пару месяцев а если я верну свою душу я расскажем так помолодею изнутри нет к тебе вернется то что ты забыл или утратил чувство воспоминания все такими хину и ты умрешь вернешься обратно в ад блеск мы должны остановить ее ну погнали катюха драться умеешь круто справимся x3 против целой толпы каратистов да а это потер лицом пацанчики там не промах значит у нас точно проблемы просить о помощи в спасении мира уместно будет очень неразумно ты уже не бояться я и денис получается нихуя в хайт от были в сторону брали под что пожилого но хайпер же были просто так не сдашься это мне покажешь надо развивать малолеток мне уже страшно особенно когда ты упомнишь что где-то денис я бы помог вам разборках достатки здоровья жалко хотя он уговорил я так и быть помогу не то чтобы я горел желание спасать мир просто хочу душу вернуть я же говорю ты не боец а вы дофига бойцы старта удал сколько ты положил вчера ночью причем решить шо дайдера одного вот видишь это не имеет значение ты не в выгодном положении чтобы торговаться вам нужен профиль в этом деле и а профиль там слишком много людей в ее окружении вы не потянете двое наша цель лилит они эти люди прорваться через них и покончить с ней пока есть время а если удастся прорваться если драки не избежать будем пытаться сражаться можно просто убить их всех разом нет никого мы убивать не будем эти люди и под ее влиянием объем лилит и все ты говоришь что накану жизнь для этого мира и что это будет самая настоящая война на войне без жертв не обойтись убьем эту и кучку зато спасем остальных газа нет нет я не хочу убивать невиновных ты дьявол или манда святой делу зато не как всегда погибает кто-то невиновным я знаю проходили так что по до 3 сопли и потом где она может быть будете разбираться с форой а я убью лилит прикончим всех разом и выиграем я с вами в эту суть и моя душа я хочу ее помнить нет во первых это риск твоя душа я сколько летит в тебе козырь погода которому у нас есть время во вторых прекращать и не потянешь это ты прекрасно ты понимаешь третьих убивать и никого не позволю наша цель лилит а то есть вот так да когда я что-то мог не использую как могли полный тупого гордо перекрошить то убить бога пожалуйста а какие дрянные а как я для на кучку гопат и кости переломаете переломать так все мне нужен негоден сдохнуть хочешь и жажда убийства жизни дают допустим все вместе это риск важен сейчас стоит очень дорого не моя жизнь а душа летит внутри меня это хотел сказать да вот с этого и надо было начинать давай не будем ругаться сейчас самое главное остановить людей не дать их получить душу твоего накончилось ты сам этой ночью разнуюсь по этому поводу просто сбеги подальше чтобы она тебе не нашла а я постараюсь не разобраться да ты ты нам нужен хай понял не нужно ты бесполезен в этой битве просто живи пока я буду делать все остальное ясно когда закончишь найди меня вася встал с ступеньки и пошел мимо толкнув плечом славу чтобы я смог тебя прикончить нельзя же так вася подожди он не стал скрипного дерева и он вышел наружу захопнув скрохнув за собой дверь не трогай его чем дальше уйдет тем лучше почему ты так с ним нельзя говорить людям которые рядом с тобой что они уже тебе не нужны даже если и так такие вещи говорить нельзя и неправильно если бы я этого не сказал он бы не ушел а он должен былить хватит с него всего этого сама поправил очки вытерлок он знает я знаю где не знаю то лучше него никто нам не поможет но мы не можем рисковать его жизни литя не должна получить сильную часть своей души так что правимся без него ему нужно просто спрятаться на время да и нужно дать ему отдохнуть по-человечески вот и нужно было так сказать и не оскорблять его чувства он бы не понял этого он хочет чтобы они заботились но в то же время эту заботу отвергает пытаясь казаться сильным это его слабость забота теплое чувство заставляет его временами поступать необдуманно я знаю так же бой с денисом ладно но все равно это неправильно знаю но иногда выбрать но иного выбрали да уж парши вовсе складывается а чем я могу помочь боюсь ничем не в силах помочь элит умеет контролировать разум по словам хайта она уже окружилась защитниками тут нужна грубая сила нужно добраться до нее и убить хоть прав просто так не подобраться не будет но и убивать никого из тех кто попал под ее контроль нельзя они не понимают делают они не виноваты нам нужны люди но только как увидеть их драться на нашей стороне никто вам не поверит вот и я о том же и каков план идеально найти людей найти место где пришли прийти туда победить ее защитников стенка на стенку добраться до лид и убить ее разрывать цепь и отправить домой на деле я и денис против всех слабо очень слабо я даже не знаю что можно предложить в этой ситуации были бы деньги можно было просто купить чьи-нибудь услуги найти кого-нибудь кто любит бить морды все дело в шляпе ну я ой я чувствую блять эти были хопник я я походу знаю кто прийти поможет вот хлопники заправки смога за короче мне кажется там мы найдем то что еще ладно еще поговорю на эту тему с денисом у меня там дела должны быть так у меня там дела должны быть в кушке вот то партина мне бюро стучок просто быть там туда придут ребята заберут все что нужно им для сцены я заранее служу все рядом с дверьми просто скажем что забрать и все там не проповедь сразу входа все стоит а пока посижу тут подумаю нужно побыть побыть одному на денису подожду потом как закончишь там приходи если других дел не будет ладно спасибо я лишь кивнул отворчивость от двери будущее демоны лид всякие убийства какие-то планы сверхсил разборки не в силах помочь бла-бла-бла сиди и жди пока все сделают злости обрезал костями старого здания рукой и пнула камень отчего заболели пальцы нам вас бы посмотрелось бы вас закинул куда-то далеко от дома отучи кругом друг друга прибить хотят сидишь где-то нужно так я как пират я на основу того камня пошел проще 2 корпуса бесит проворчал я садись на диванчик подгибая коленки страшно пошептал я сможешь нос пытаясь держать побежавшие вдруг слезы от мысли о всем произошедшем начиная со вчерашнего вечера ну зачем вообще все это что я сделала не так хотя почему сразу не так если если подумать то ведь это то некий шанс заглянуть за навесу за завесу будущего все такое но нет уже это очень страшно эти легенды это неизвестный лид или как это все эти цели и и убийство и как вообще можно вот так запросто говорить убьем ту 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 и все дело с концом наше мерзкое хотя откуда мне знать что случилось со всеми ними наверняка не спросто такие жестокие но все равно это ненормально да и уничтожение меры на кону и мое возвращение домой и неизвестно что еще хотя и верится это с огромным трудом ни с того ни с сего пац и прошло поехало страшно прошептала я шмыгнув носом и ничего не сделал даже денис дурак казал я уже бодрее угнулась и угнулась подымаясь диванчик и вытирая слезы отца я мельком угляделась стараясь зацепить за что-нибудь глазами чтобы перевести мыслим в другую русло все равно от меня ничего не зависит скрипка буковик паркета подошла к на сильной доске и списанной нотами и каким-то еще музыкальным символом интересно как может все же немного освоить музыкальные инструменты ведь и раньше был желание до столько времени все не хватало я погладил подбородок пальцами кинула своим но свои мысли приводя взгляд на стоящую рядом мастящую на солнце синенькую довольно драматскую гитару держим аккуратно за пару струн я слушал глухой вибрирующий звук тяжелой наверно я взяла гитару за гриф но тут же опустил обзор страниц поэтому перешла к рассмотрению барабанной установки еще бы а чтоб ай плядь я думал сейчас этот я помню что хай что-то говорил про квест вот этот блядь мещенком плит какой-то ща по-моему к этому не игра будет взяв руки одну из почки я повел по всем как называется по всем этим штукам в общем насколько бы ни наступила на играть чтобы не уходил однако занятно можно попробовать еще раз стою подумать об этом как дверь встречали предками ой катя привет а где слова привет он отошел вы за инструментами он предупредил что придут вот я показала на небольшой склад у двери комбик синтезатор гитары медиатор все что надо на месте ну тогда бери что потяжелее а гитару возьму то вернемся если что не унесем окс только я ответил парень подходит в колонку и пошел к выходу прошу прощения задержался сказал ссылка еще не помнишься проскочив мимо выходящего ты вовния возьмешь синтезатор конечно ох какой бой ответил парень бросил на меня взгляд ну маринка привет к тебе виктор пошел нахуй виктор я маринка кстати тоже неплохая как я уже говорил 5 тяночка сос да ну я врюхать не умеет выбирать обратился он ко мне протягив руку екатерина приятно познакомиться ответил его ссылку и пожав ему руку да очень он поудобнее схватился за синтезатор и понес и понес его к выходу спасибо что подменила славу а то бы он ушел и все не дождались бы а нам еще репетировать надо да ладно ничего сложного а что они приготовили концерту не знаю честно говоря ну хотя до отряд полковника слишком суров для подобного смешкой сказал марина закидываю на плечо гитар в чехле странно почему полковник не любит концерты никогда не заставляет никого в них принимать участие а заставляет его требует полной отдачи во всех мероприятиях про духу от нее не дождешься а мне говорят что наш вожатый самый суровый из всех на земле но в плане мероприятий не связанных с творчеством каким-либо во время свободного времени он довольно строго кстати а ты не видел альона да нет она куда-то ушла после завтрака то просто вчера а то я просто вчера у вас бантик забыл а зная лен такие вещи лучше не оставлять почему она фанате этот мантов и бабушек всегда тырит их коллекционирует или что-то вроде того а может просто бантовой клип там банка понятно ладно спасибо за инструменты нам нужно пасет репетировать да конечно удачи спасибо она ломнулась немножко наружу прикрыла собой дверь ну вот и все забавно однако есть можно так поразиться с одной стороны обычные люди с обычно повседневными и не очень делами отдых концерты и танцы обсуждение вожатых мелкие сплетни и разговоры с другой темная угроза прыжки во времени в пространстве план уничтожения миров какие-то разборки две стороны одной медали я слегка угнулась так сколько скоро пора заканчивать к стране я слегка вновь прогоняю вновь на повышение желание покупаться себе и пуститься в разумие если ты ни к чему хорошему не придет все доступны мне на данный момент выводы я сделала катя раздавал со спины когда я проходил мимо по пушке направляется в сторону сторону корпуса да вы алену не видели блядь а как а по факту а а чё тут отвечать алену нет видео вот она как ладно полковник подразумевший раз такое дело у меня для вас будет задание катя что нужно делать спросил я я понимаю что узнать по они не с вами не светит по крайней мере ближайшее время с другой стороны на коле отмену нужно если раз нервничать и это крайне крайне необходимости ну-с так и вчера нужно развесить украшение для площади а ясно ясно что алена это предсказал еще утром понимаю занятия не все но нужно перевести в почте почте в должный вид перед встречей гостей это избавит нас от суеты перед вечерней скотекой я не большая фанат подобную миши на приказ с приказом согласно или шмошки много отлично так теперь бы найти тебе помощника чтобы прыгать что мне прыгать вверх не сплеснется готова указаться действия товарищ полковник раздавшийся нежный гост позади мне о хитоми ты вовремя хитоми ладно окей 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 катя это хитоми хитоми это катя вынести в нокауте на удара вот отлично боец вашу легендарную команду привет я кивнул ее с улыбкой ну что вдвоем править конечно тогда сейчас попрошу диму принести стремянку и гирлянды подождите здесь мы просто синхронно кивнули и александр римович удалился встану от вартой ли эти хочешь можешь потом пойти по своим делам что вопрос если по твоей интонации я вы просто судя по твоей интонации тебе не хочешь заниматься этой работенкой мне нет равны если могу справиться все равно нечем заняться а нет что ты мне тоже скучно какой-то разнообразие здорово вместе будет веселее чур я полезу в межте это больше подавать ладно да хорошо я вчера наладовалась вот так это ты украшал по училить ко вчерашней скотики на что-то вроде мне понравилось все было равномерненько обычно мальчишки проще просто кучей накидают на ветки и стал бы да висит все это она висит все это грузный красивый кучей но спасибо задумчиво ответил я не знаю как реагирует на этот комплимент девушки радость позади да ты заебал полковник что у него с лестницы поставил около 1 линго предугадал опа полковник что у него с лестницы поставили около одного из столбов на лавку рядом шедшие с ним рядом него поставил корпус проводами приступайте аккуратнее вы на синхронность хитом тянули дима как девушки завершат задание подключи все эти огоньки проверить все работает ничего нигде не того так точно отлично я пойду по делам в административный корпус если успею под соблю работы первый раз в советке спрошу мне хитоми и вешай гирлянду на толстую ветру дерева да впервые и как тебе честно не знаю никак наверное не нравится почему но скучно немного хотя признаться честно я сама не понимал почему своих грезах и путешествиях не таком и мечтала вау девчонки что живет соленой и скучно это что-то за рамки вон выходящих вот именно мы не флексим соленкой поэтому нам и скучно она хитинула спускать по стременьке вниз и почему же неужели всех так веселит алена и думаю что извращенство и дурься это весело я не о ее манере поведения говорю а в общих чертах ответила она подхватывая стременька принесла к с тобой неподалеку с ней может быть очень даже приятно проводить время да она часто придумывает какие-нибудь занятия игры и различные подобные развлекательные штучки в конце концов с ней не нужно просто общаться уж не знаю что вы там не поделили но если проблема лишь в ее раскрепощенности то значит ты плохо ее разглядела с ней вполне можно общаться на довольно серьезные темы ну не знаю вся будет время это узнать стоит только попробовать ну и к тому же открой глаза ты в летнем лагере тут множество разных различных ребят я умею занять если уж не нравится возиться со сверстниками обеспокой своего божатого уж уверенно полковник найдет тебе занятие от скуки задал носа с мешком принимая из моих круги гирлянду и обматывая ее в верхушке со столба а ты сама здесь впервые хотя судя по вопросу что ты задала мне нет верно мыслишь я тут третий раз вроде да треть она вновь не спеша спустила со стремянки несмотря в мою сторону потащил ее к следящему дереву в следующем деле всем своим видом она источала некое спокойствие и удовольствие своего рода было видно что я абсолютно не мешает ни духота ни этому на тонну скучно работенка абсолютно странно обычно такими мыслями мыслями не думаю она хватало селения отеля до видит сучьи чем ты обычно занимаешься не в рамках лагеря имею ввиду учись в школе помогаю родителям дома временами гуляю в парке или хожу на речке джами редко да в основном она ну или в компании какой-нибудь книги джами провожу время в школе какое-то время после различные праздники или районные городские мероприятия тоже посещаем вместе а ты почти тем же хожу в школу занимают занимаюсь каратэ ну кто бы сомневался и развлекаюсь книжки но сериалы прогулки иногда могут даже поиграть в какую-нибудь игру например деда рулайф есть каратэ на что что-то часто я стал наткаться на боевые девчонок всегда думал что драки это удел мальчишек возможно мой папа довольно известный тренер у него своя школа и я с детства начала этим заниматься все заставили нет конечно папа иногда просто показал различные движения да и я время посмотрел как он проводит занятия вот мне стало интересно попробовать так и начался пузик дана и потом так вот вот как она говорит вот я не помню что такое данная такая ступень ведущая на вершину мастерства постижение а у меня кстати в таки не максимальный дан был по моему кто-то бра 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 файтер по моему да постижение данной бесконечная практика и упор на труд дана он не один их много это одна большая лестница с множеством ступеней и ты медленно лишь достигая союза между телом и духом поднимаешься выше чтобы лишь сделать вдох перед кровоподъем и долгим подъем выше берем она словно по учебнику и своего рода все восторжено отчасти фанатично это наверно очень сложно кропотливо работа над собой как я сказал духовное и физически это как наука или как твой ученический путь прежде чем попытаться взять свою первую данную нужно пойти через почти десятки десяток к ю июю dadan что ты для понимания можно сравнить с школой которую тебе необходимо закончить причем это подержу дальше проще говоря июй эту школу отданы это планд ocorабатывать эффективно университет на закончив с отличием и видимым продвигом одно и тебе никогда не достичь 2 нужно быть очень силен и чтобы суметь постичь этот самый дан. Не только. Важен еще и внутренний мир, гармония. Томми, следовав со стерменки, заглянув в пустующую коробку. Ну вот, глаза боятся, руки делают. А? Не поняла я сначала, задумавшись о чем-то неуловимом для сама себя. Да, точно. Заскучала? И то, что просто пытаюсь усвоить полученную информацию, это для меня в новинку. Я тебя прекрасно понимаю. Или не, если это прозвучало слишком дотошно. Просто стараюсь объяснять некоторые вещи доходчиво. Ничего. Думаю, это напротив. Хорошая черта. Немногие не могут похвастаться способностью что-то кому-то объяснить, чтобы это было понятно. Думаешь? Думаешь так хорошо. В любом случае, мне было приятно пообщаться. А теперь мы абсолютно свободны. Оставлюсь ее прибрать за собой. Отвернувшись, она сложилась с тремя. Я отнесу ее в общие кушки. Думаю, коробку тоже стоит вернуть. Если не хочешь идти или другие дела, оставь ее здесь. Я потом верну за ней. Как-то многовато выборов уже, блин. Все, выходь, заваливает выбор. Оставь. Хорошо. Спасибо за компанию. Да, и тебе спасибо за помощь. Обращайся. Она обдалось мнение, отвернувшись, медленно пошла впрочем, временами полязгивая ножкой стремяльки по асфальту. Я, проводив ее взглядом, я поставил пустую коробку на скамейку и направил в сторону старого корпуса. Так, все. Старый корпус. Так, все. На сегодня хватает. Как всегда, бро, спасибо, что постримил для меня. Было очень интересно. Ну, типа, это не уровень МНД, но, впрочем-то, и не надо, блядь. Для меня, ну, вот, отхайта, это как глоток воздуха, блядь, хоть что-то почитать, потому что другие моды вообще никак не впечатляют. Нет, Живан читать. Зерон, нахуй, максимально. Ну, а тут хоть что-то. Ну, в общем, если кто-то заходил, то спасибо. До завтра, типа, скорее всего. Хотя, блядь, сегодня четверг, завтра. Ну, короче, если завтра, подруга, в то же время. Ну, может, на часик какой-то. Все. Бабет.